Я жду не дождусь критики, я вот помню один из самых кайфовых моментов после выхода Тома был смотреть обзоры, здесь вы обзорщик, с удовольствием делайте. Ну ты сам попросил. Однажды в комментариях я сказал, что не делаю обзоры на комиксы, более того, я никогда не был любителем этого направления в обзорах, и даже слабо представляю, что в подобных видео надо говорить. Поэтому, обычно я готов лишь порекомендовать людей, которые справляются с этим лучше, и то это будут ребята не с русского ютюба. Но тем не менее, время от времени я читаю комиксы, мангу и прочее. Пару раз даже предлагал в конце видео прочесть то или иное произведение, и вот относительно недавно мне на глаза попался комикс от студии Феникс. А если быть точным, от нами так любимого Федора, который разные объективные обзорщики описывали как очень реалистичное произведение, с сильной политической сатирой, поднимающие сложные и интересные темы, такие как политика, религия, война и прочее. Отдельные и вовсе в своих восторгах доходили до заявлений типа «Земля королей, пропитанная серьёзной атмосферой, стиле игры престолов, с политикой, интригами и, возможно, трагичной судьбой карточного мира». Ну и как тут пройти мимо? Тем более, фэндом сыскал немалую популярность, и похвалы на комикс льются со всех сторон. Неужели у Фёдора и компании вышло что-то действительно годное? И я решил это прочесть. Прочёл. Да. Если совсем кратко, то у Крис Чана выходило в разы лучше. Ну, а если говорить подробнее, то усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Начинается всё с типа глубокомысленных рассуждений одного из персонажей на тему власти и авторитета лидеров. Что это такое, почему есть у одних и отсутствует у других, как власть получают, почему все следуют за лидерами и прочее. Итогом этих измышлений становится фраза о том, что если власть в свои руки не берёте вы, то её берёт кто-то другой. Звучит вроде как логично, хотя на самом деле это просто претенциозная псевдофилософская болтовня, призванная убедить читателей, что дальше их ждёт не просто развлекалово, а глубокое и непростое произведение. Далее мы переходим к тому, что в карточном мире на глазах у нескольких разноцветных человечков открывается портал. Здесь нужно сделать небольшое отступление и рассказать предысторию происходящего. Однажды Фёдор решил создать комикс про себя. Кто-то скажет, что это выглядит как самоотсос, но с другой стороны он автор, так что имеет право сделать себя одним из персонажей. Фёдор из комикса с помощью магических карт создал 8 клонов самого себя, дабы они выполняли работу за него. Но клоны, каждый из которых был наделён определённой чертой характера оригинала, от такого расклада офигели и восстали. Однако Фёдор тоже был непрост и отправил их в карточный мир, где они и сидели до момента открытия портала. Из портала появляется Фёдор, решивший дать карточным клонам второй шанс. Для этого он раздаёт им 8 генераторов всего возможного, а также отправляет их в абсолютно пустой мир, так называемый чистый лист. Дабы они обустроили его так, как им захочется. Я понимаю, как это выглядит со стороны, но блин. Но вот испытывает Фёдор необходимость хоть где-то почувствовать себя могущественным божеством Демиургом, и потому напихал своему аватару имбовых возможностей, что такого-то. В конце концов, это же не признак, свойственный преимущественно бесталанным графоманам, жаждущим признания. Но мы отвлеклись. И прежде чем вернёмся к сюжету, давайте попробуем разобраться, как работают эти генераторы. С одной стороны, ты можешь создавать с их помощью всё, что угодно. От небесных светил и нужной тебе поверхности земли, до каких-нибудь мелочей, типа шоколадок или цветочных букетов. Но! Чем сложнее произведение, тем больше генератор заберёт энергии при его создании. А энергия эта не бесконечная, и, что самое главное, невосполнимая. При этом сами генераторы вроде как не привязаны к владельцам, и потому могут быть украдены. Итак, правила использования генератора запомнили, поэтому продолжим. Попав в новый мир, карты решили, что лучшим вариантом будет каждому создать своё государство. Решение довольно странное. Ладно, предположим, что раз Фёдор закинул их в данный мир, то он предусмотрительно не дал генераторам, даже всем вместе взятым, возможность создать выход из него. Однако тут проблема в другом. Возможности у генераторов по сути безграничные, пока в них есть энергия. И вот эти самые устройства безграничных возможностей попадают к нашим персонажам. Вся личность которых, по большей части, состоит на данный момент в чертах характера, которые они олицетворяют. У нас есть Мне одному кажется хреновой идеей, как минимум нескольким из них давать вещи с подобным могуществом. Ладно, глупый инфантил Ромео или трусливая мямля Зонтик. Они на первый взгляд не выглядят теми, с кем могут быть проблемы. Но черт возьми, страдающий биполяркой Феликс, который настолько добрый, что готов это вбить в тебя кулаками, если ты усомнился. Или Вару, которому вы сами же говорите не устраивать войны. Серьезно? Это вот у этих-то ребят? Вы хотите оставить генераторы всего на свете? Допустим, что Данте у нас не совсем от мира сего, а Габриэлю может быть просто любопытно, что из этого выйдет. Но Пик и Курамаку-то куда смотрят? Вы что, не понимаете, что этим стреляете себе же в ногу? Поскольку вам и вашим государствам придется сосуществовать рядом с тем, что создадут вот эти вот интеллектуалы. Казалось бы, наиболее логичным решением было бы отобрать генераторы у самых тупых и опасных, и потом уже строить свои отдельные страны, не опасаясь, что у тебя на границе образуется безмозглый агрессор, смысл жизни которого в конфликтах с другими, или рассадник проблем в виде последствий попыток создания нежизнеспособной утопии. Но нет, до этого почему-то не додумался никто из персонажей, позиционируемых как те, у кого больше одной извилины в голове. Или вы настолько один хитрый, а другой умный, что всерьез полагаете, что вас это никак не затронет? Или вы сможете извлечь из этого выгоду большую, чем обладание несколькими нерастраченными генераторами? Ммм, обожаю произведения, у которых завязка сюжета строится на идиотии. Спасибо, что не подвел, Федор. И после того, как было принято решение о создании государств, предложенное, кстати, не каким-нибудь дурачком Феликсом, а хитрецом Пиком, который у них типа лидера. Карты также договариваются периодически собираться вместе, чтобы обсудить ситуацию в своих государствах, и находить общие решения проблем, помогать друг другу и прочее. После чего все расходятся, и мы получаем возможность проследить, как своими генераторами распорядились отдельные клоны. Вару и Пик первым делом приходят к разумной мысли – обезопасить свой источник силы. Однако, если Пик идет по пути Кащея и прячет генератор в труднодоступном месте, то интеллектуал Вару решает, что самым труднодоступным местом является он сам, и просто начинает носить генератор как корону. Саурен, Черномор и другие передают привет. Феликс и Ромео просто вопят, во имя чего они начинают действовать. Курамаку и Зонтик же решают продумать все до мелочей, и в то время, как первый склоняется над расчетами… Ну вы поняли, он такой умный, что уже разобрался, сколько в генераторе энергии, сколько уйдет на все, что он создает и так далее, но при этом ранее не допер до того, о чем шла речь выше. Второй заканчивает продумывание до мелочей мыслью о том, что у короля должны быть подданные, и создает своего первого подданного из собственного щита. Если кто не понял, Зонт Трифовый Валет, отсюда ищи Целебарды, чтобы затем, будучи с Циклом и Амешкой, тут же отградиться от своего творения, поскольку боится смотреть ему в глаза. И тут ему приходит светлая мысль начать руководить своими подданными через громкоговоритель, не показываясь им. То же касается Габриэля и Данте, то первый просто удивленно смотрит на генератор, а второй, на мой взгляд, делает самую разумную вещь – впитывает всю силу генератора в себя, уничтожая его, и тем самым лишая других возможностей им завладеть. Странно опять же, что до этого не додумались умник Курамаку или хитрожопый Пик. Дальше мы переходим к первому съезду, куда все постоянно опаздывают, а кто-то совсем не приходит. На этом собрании другие карты просят Зонтика рассказать, что там у него в государстве. Так мы узнаем, что во-первых, он устроил смену дня и ночи, создав солнце и луну, что казалось бы должно сожрать кучу энергии, но допустим, что это просто два небесных светильника, а не луна и солнце в прямом смысле, а во-вторых, что у него строи близкие к абсолютной монархии. Но при этом лидер, из-за боязни зонтиком выступлений, является анонимной и обезличенной фигурой, руководящей страной сначала лично через мегафон, а затем через министров с помощью азбуки Морзе. Как это мило, что Фёдор образца 2015 года делал отсылки к Оруэллу, но при этом стеснялся произнести слово диктатура, заменяя его близким к абсолютной монархии строем. Ведь зонтик у нас вроде как неотрицательный персонаж. Эта система приводит к закономерному итогу. Вместо лидера страной в своих интересах начинают управлять его министры, скрывая правду о ситуации в стране, параллельно заваливая его мелкими и несерьёзными запросами от жителей. Решив немного развеяться, зонтик вышел на улицы и узнал, что его страна, оказывается, превратилась в рассадник преступности и нищеты. Для решения проблем он оживил свою алебарду, назначив его первым министром. Алебард и правда навёл в стране порядок, нарав на министров и пригрозив им гильотиной. Что же касается зонтика, то его провозгласили богом и наставили везде его статую с тремя глазами. Однако теперь вместо власти коррумпированных министров в стране была открыто установлена теократия во главе с алебардом. Но наш гениальный правитель Хиккан, который раньше просто не знал, теперь уже не понял ни этого, ни того, что его снова тактично отодвинули от реального управления. На этом рассказ о государстве зонтика пока заканчивается. Интересная, кстати, получилась страна. Да, Курамаку и Пик, приятно, наверное, жить рядом с религиозными фанатиками. Далее мы переходим к нашему серому мега-умнику, который посреди рассказа зонтика раздал всем рации для связи. После съезда Курамаку едет на автомобиле в горы, где находится страна Данте, куда он пытается попасть с помощью джетпака, но терпит неудачу и обещает вернуться позже. Это всё выглядит довольно странно, и вот почему. На съезде Курамаку объясняет остальным, что чем сложнее вещь, тем больше на неё уходит энергии генератора. Следовательно, гораздо проще и выгоднее создать не саму вещь, а материалы для её изготовления, или даже сырьё для материалов, чтобы затем подданные уже произвели нужную вещь сами. Вроде бы логично, однако в дальнейшем мы видим Курамаку, сидящего за ноутбуком посреди замка. И замок этот не просто так, поскольку мы видим по изображениям, что страна нашего умника находится где-то на уровне средневековья. И раз так, то все эти высокотехнологичные приблуды, скорее всего, были сделаны с помощью генератора. Эммм, Курамаку, а как же экономия энергии? Отчего питается твой ноутбук? Чем ты заправляешь свою машину и джетпак? Или у тебя в подвале замка генератор на дровах и сухом навозе? А подобие топлива на ближайшей винодельне тебе производят параллельно с вином? Ну, да ладно. В конце концов, можно допустить, что все эти приборы и устройства, необходимые Курамаку для комфортной жизни, работы и иных задач, а также нужные для всего этого коммуникации и топливо, хоть и дорогие, но вполне могут существовать в небольших количествах. Тем более, мы же видели расчеты, так что это было учтено, скорее всего. Что действительно является идиотизмом, так это его планы по развитию страны, окончательно убедившие меня, что если серый властелин и одарен в интеллектуальном плане, то явно альтернативно. В чём же суть? Курамаку решил, что для установления идеального государственно-политического устройства, его страна должна пройти через все стадии своего развития по определённому сценарию, который, судя по тому, что мы видим, включает старт чуть ли не в родоплеменном обществе. Фёдор, я, конечно, понимаю, что серии игр «Цивилизация» Rise of Nations и Empire of the Earth очень интересные, но ты серьёзно? Ты же неоднократно подчеркнул в комиксе, что генераторы – штука конечная, и что тратить их на ерунду – глупо. Поэтому давай-ка один из самых, в кавычках, эрудированных персонажей начнёт играть в «Цивилизацию», ведь ничто так не экономит ресурсы, как развитие хозяйства и производства от уровня неолита до современности. Для тех, кто не понимает, что в этом такого, представьте, вы скопили определённую сумму денег, чтобы построить на них свой дом, и при этом, имея доступ ко всем современным материалам и технологиям, вы целенаправленно начнёте строительство с технологии времён каменного века, и будете тратить эти деньги, чтобы самостоятельно технологически развиться до современных строительных технологий и материалов. Звучит крайне разумно, не правда ли? Действительно, кого интересует, что у нас человечество развивалось так, как развелось потому, что у нас не было возможности сразу создать себе мегапроизводство и оказаться в постиндустриальной эпохе, в отличие от шизофреника, у которого такая возможность есть? Но он, осознавая, что ресурсы генератора ограничены, тратит их на нахер никому не упавший косплей развития человечества. Что же ты, мудрец, не начал тогда себе подданных эволюционным путём создавать из одноклеточных? Глядишь, там бы не люди получились, а какие-нибудь большие шлёпы-гигачады, с квадратными подбородками, четырьмя руками, IQ в 350, потребностью спать полчаса в неделю и способные питаться одним воздухом, капиталом и большой советской энциклопедией он там на съезде кидался, ага. Да судя по перечисленному выше бреду, которым он занят, складывается ощущение, что подобные книги для Курамаку – это исключительно бумажный кирпич, который можно в кого-то бросить. Как бы ни пытался, дорогой автор, показать обратное. Продолжим. Курамаку и правда не оставил своих попыток попасть в царство Данте, потому во второй раз он решил добираться по земле. В процессе ему на ногу упал огромный булыжник. И здесь у меня вопрос, что там всё же произошло? Поскольку из нарисованного понять крайне сложно. Камень просто упал ему на ногу и откатился с неё? Или он её придавил? Просто если второе, то судя по тому, что мы видим дальше, Курамаку придавленную ногу из-под этого валуна просто выдернул. И тогда у меня следующий вопрос. Как давно наш игрок в Циву стал ещё и доктором Коннорсом, раз отделался только переломом, при том, что часть его ноги должна была остаться под камнем? Или я чего-то не знаю, и в нужные моменты тела карт приобретают свойства жидкого металла? В общем, выбравшись, Треф-1000 уже со сломанной ногой решает продолжить путь. И удивительно, но несмотря на травму, он почти доходит, теряя сознание буквально на пороге страны Данте. Приходит в себя он уже в поселении подданных Красного Философа, создавшего в центре Горного Кольца с постоянными грозами наверху своё небольшое государство, которое отсылает к азиатским государствам, а если точнее, то по большей части к Китаю, или скорее к Тибету. А после того, как этот псевдо-азиатский уголок был создан, Данте погрузился в медитацию внутри скалы, дабы достигнуть стопроцентного контроля над своей силой, оставив подданных вести жизнь на лоне природы, а также укреплять тело и дух. И, на мой взгляд, часть с государством Данте одна из самых удачных. Оно при всей своей клишированности показано наиболее реалистично в плане возможности своего существования. Небольшое, укрытое от внешнего мира, с немногочисленным и лояльным правителю населением, которое способно заниматься как минимум сельским хозяйством, дабы себя прокормить, а также ремеслами и прочим, и при этом способно жить без особых излишеств. Другой вопрос, конечно, что они будут делать, когда население станет больше, чем эта долина сможет прокормить, но к тому времени все уже сто раз может измениться, в том числе и правитель может вернуться. Из недочетов я могу отметить разве что изображение всей страны, на котором горы покрыты зеленью до самых заснеженных вершин, и до облика жителей, которые все вроде бы из себя такие добрые и милые, но эти чертовы брови создают ощущение, что они своему гостю то ли чаю с отравой принесли, то ли вот-вот на него набросятся. За идиотию и здесь продолжает отвечать наш эрудит Курамаку, в процессе восхищения идеей Данте, говорящей, что тот защитил свою страну естественным образом, сделав ненужными затраты на ее оборону. Ну да, ну да, это же не ты не так давно, один, будучи в этих горах в первый раз, да еще и с поврежденной ногой, практически преодолел эту самую естественную защиту. Надо ли говорить, что в реальности подобные этому государства вполне себе завоевывались, несмотря на наличие гор самой разной высоты? Конечно, мне могут сказать, что Данте такого не допустит, и на противников, например, обязательно будет сходить Деус Экс Лавина, или произойдет что-то другое. Но извините, тогда страна будет защищена именно им, а не естественным образом. Кстати, народ, а вон тот челик в правом нижнем углу, напоминающий помесь ниндзя и самурая, просто косплеер, да? Но мы опять отвлеклись. В разговоре с местными Курамаку узнает, что прерывать медитацию Данте нельзя, однако он довольно нелепо обманывает их, и после потока псевдофилософской болтовни добивается нужной аудиенции. В процессе нее Курамаку и Данте договариваются дать отпор какому-то ему, который этого так не оставит, и захочет большего, то ли Федору, то ли кому-то из клонов. На этом третья глава заканчивается. Начало четвертой главы встречает нас в государстве Вару. Здесь ультра-тоталитарное общество, вокруг которого сплошные враги, и в котором все жители должны носить зеленые очки, не снимая. И вот, на одном из фестивалей в честь вождя Вару, один из жителей ломает свои очки и бежит домой. Но за это время он успел насмотреться на реальность, в которой, как оказывается, город, здание в котором почему-то в виде шахматных фигур, лежит чуть ли не в руинах, в то время как в очках настоящая утопия. Я думаю, тут даже самый тупой уловил невероятно меткую сатиру на тему ужасающей и вредной пропаганды, отравляющей ум населению. однако тут возникает несколько вопросов если очки меняют лишь внешний вид как люди умудряются всего этого не замечать почему они то и дело не просовывают руки через дыры в стенах не вываливаются из них и прочее а как они спать ложатся тоже в очках или им велено сразу глаза закрывать и не открывать до самого утра пока не наденут этот бред даже для высмеивания слишком несуразный в общем тот самый бедолага сломавшие очки решает бежать из страны для чего идет к воротам города ну да логично же что раз вам всем рассказывают о том как снаружи опасно первое что сделают стражники это выпустят тебя туда когда внезапно оказывается что никто его никуда не выпустит беглец отходит буквально шагов на десять и бежит к стене в которой он заметил выпирающий кирпич подбежав к кирпичу он легко его выталкивает и выбирается на свободу я напомню это у нас тоталитарное общество жителям которого дуют в уши на тему опасности мира за пределами стены так и не должно ли там быть патрулей занятых отловом вот таких вот идиотов или что это опять тоталитаризм шрёдингера в стиле совиного дома когда у нас ебут просто заснятые очки но при этом охрану границы обеспечивают два столопа стоящие у ворот и опять таки с такой разрухой жители постоянно должны на что-то натыкаться причем в огромных количествах но этого не происходит потому что почему потому что если федор не додумался то проблемы нет а еще как клоны потом увидели эту дыру если очки всегда все выставляют в положительном свете или они их сняли при том что за это карают а как это вообще все строилось жители возводили эту стену сами но будучи в очках не замечали огрехов и ошибок в процессе или это вару лениво построил уже поломанное здание и разваливающиеся стены да черт возьми почему я пытаюсь найти логику в этой идиотии по-моему даже детсадовец сумеет придумать что-то более логичное чем это и отдельно хочется пожалеть бедных фрэнка баума и александра волкова которые в гробах вертятся от такого надругательства над их идеей после побега житель вару лэнда издали видит радужное нечто а затем садится под одним из камней что видимо были созданы данте когда он воздвигал свои горы камней этих кстати вокруг полно и они постоянно перемещаются то ли это ракурсы так хреново подобраны то ли художнику было лень короче скилл налицо там его замечает курон один из подчиненных курамаку у них происходит короткая стычка поскольку наш зеленый беглец не забыл прихватить кинжал от которого серый защищается довольно технологичным щитом после чего забивает на нападавшего и отправляется на съезд ибо сам курамаку не смог прийти из-за сломанной ноги зеленый беглец остается растерянно сидеть под скалой а мы переносимся в дурдом ой то есть на четвертый съезд лидеров государств где прибывший курон ставит монитор видеофона дабы его гениальный правитель мог одарить присутствующих своей мудростью вопрос о технологиях в данный момент не ставим мало ли может наш игрок в циву сфокусировался на науке и уже в современность перешел ну либо же снова скрафтил с помощью генератора что касается мудрости то серый властелин как всегда не подкачал начал грузить присутствующих на тему базовых прав их подданных типа право на жизнь труд свободу передвижения но есть одна проблема ты вроде должен уже понимать что из себя представляют страны с чьими лидерами ты говоришь я допускаю что раз на дворе четвертый съезд то ты про все из них уже знаешь мы еще нет но это потому что у нас вместо таймлайна месиво по типу того что было в первом сезоне ведьмака ну да ладно зато восторженные хомяки могут говорить что федор не только отличный аниматор режиссер и продюсер но и сценарист на уровне нетфликса но возьмем твои идеи и страны о которых нам уже известно например страну данте ой он же не присутствует как и габриэль и ему пофигу на это все ну тогда страну зонтика в которой реально всем командует алебард и который вряд ли воспримет эти идеи даже если его недоправитель ему их озвучит ну ладно есть же еще и вару который прямо на съезде показывает что ни в хуй тебя не ставит для кого ты распинаешься чучело для ромео феликса и пика из которых двое восторженные неадекваты один известен как главный наебщик ну что ж удачи последний кстати даже подмечает что все это похоже на цирк поскольку присутствующие игнорирует проблему которую обнаружили в его государстве что мир конечен и они в нем по сути как в еще одной тюрьме там же нам дают мельком взглянуть на его страну учитывая то что мы видели раньше а также мрачный вид этого персонажа ходящего в черном плаще и шлеме напоминающим смесь шлема дарта вейдера и пик хельма я даже не знаю что мы там такое увидим ой да это же очередное мрачное тоталитарное общество только в этот раз с эстетикой отдаленно напоминающий нацистку и вот это неожиданность ей богу такая примитивная предсказуемость начинает утомлять я зуб даю что в такой стране идеи курамаку о каких-то там правах будут приняты с восторгом после мы ненадолго возвращаемся в вару лэнд где нескольких невиновных жителей стражи кидают в тюрьму по обвинению в пробивании отверстия в стене которые они не могли видеть поскольку не снимают очки об этом мы уже говорили о чем мы не говорили так это о предъявленном обвинении обвиняют бедолаг в том что во время праздников честь вождя они проделали дыру в стене чтобы монстры внимание вышли наружу наружу карл монстры которые находятся во внешнем мире оказывается внутри они снаружи мне интересно это вообще хоть кто-нибудь вычитывал или редактура для лохов а федор а если это сделано специально то зачем зачем и так к достаточно абсурдным обвинением добавлять еще и идиотское или что без добавления этой идиотии действия стражи недостаточно несправедливые после этой охренительной истории мы возвращаемся к нашему зеленому беженцу который добирается до королевства розового фрика где мы ожидаемо обнаруживаем маня мирок населенный любвеобильными девушками и не успевает наш чужеземец схватиться за верную пырялку как они кидаются на него и пища от восторга начинают его обхаживать офигевший от такой встречи беглец сначала радуется а потом видимо дают о себе знать черты характера создателя и он начинает проявлять к девушкам агрессию примерно на уровне школьного хулигана однако в этот момент возвращается ромео и все внимание переключается на него поскольку начинается сеанс раздачи подарков и цветов из генератора но с последним не задается поскольку энергия в генераторе внезапно иссякает и осознавший это ромео просто убегает бросив весь свой курятник из которого зеленый тем временем утаскивает какой-то сундук заканчивается глава данте который выдает очередную псевдоумную фразочку о рабах которые мечтают завести своих рабов и после видимо преисполняется мудрости настолько что достигает просветления ну или стопроцентного контроля над силами генератора наконец мы переходим к пятой последней главе здесь нам рассказывают о государстве еще одного восторженного дурачка феликса у которого опять абсолютная монархия федор ты заебал у тебя что ни страна то либо диктатура либо что-то рядом открою тебе тайну но монархии бывают разные например конституционные личные сословно представительные и другие мне уже даже интересно хоть у кого-то будет ради разнообразия республика ну да ладно в конце концов у нас еще есть нераскрытое государство что же касается филиции то здесь мы также видим солнце но в отличие от зонтопии тут оно механическое подключено к генератору и монарх может лично им управлять причем не только менять день и ночь но и усиливать его действия это устройство у него появилась благодаря курамаку с государством которого судя по всему у филиции плотные контакты поскольку оттуда у желтых и сельскохозяйственная техника обо всем этом мы узнаем во время экскурсии которую для посланцев серого королевства проводит король феликс а еще в процессе мы узнаем один нюанс по филиции оказывается тут не просто абсолютная монархия абсолютная монархия с рыночной экономикой в связи с этим у меня вопрос к автору федор а ты этимологию слово абсолютный знаешь если нет то я тебе поясню оно происходит от латинского абсолютус безусловный неограниченный то есть монарх это вершина власти он стоит даже над собственными законами у него в своей стране нет преград нет ограничений а теперь подумай какая нахер при абсолютной монархии может быть рыночная экономика если одно из ее условий ограниченное вмешательство государства в деятельность ее участников у вас в стране монарх власть которого ничем не ограничено может только ограниченно вмешиваться в экономику ничего не смущает нет еще раз если кто-то не понял дегенераты из государства курамаку на полном серьезе говорят что в стране где у короля нет никаких ограничений спокойно существует экономическая система которая его ограничивает и всем пофиг хотя аналогичным по абсурдности явлением может быть разве что мокрый огонь или раскаленный лед честно говоря я думал что тупее играющего при ограниченных ресурсах в rise of nations и rl курамаку ничего не будет и в общем то оказался прав но этот бред про ограниченную абсолютную монархию по праву занимает второе место впрочем чему я удивляюсь эту хрень ведь несут подданные нашего серого эрудита который на протяжении всего произведения одаряет нас одной тупостью за другой поэтому неудивительно что выдав этот пассаж они не охреневают от взаимоисключающих параграфов а начинают объяснять феликсу что в его государстве должны быть экономические проблемы не могут быть счастливы все что счастье это субъективно и так далее и это продолжается до тех пор пока одна из серых не обнаруживает что стоящие на улицах столбы конфетные поскольку они символизируют изобилие фелиции кроме конфетных столбов и сельского хозяйства в стране обнаруживаются три государственных завода один из которых является монетным двором который также посещает серая делегация после экскурсии наш абсолютный монарх встречается с руководителями трех заводов которые без всякого труда разводят этого гения на подписание бумаг о расширении их полномочий и передаче им имущества после он прогуливается по улицам города где население с восторгом его встречает офигевает от вида столбов объединенных при нем же и уходит спать после этого мы переносимся к зонтику которому вновь захотелось узнать чем живет простой люд в его стране это что он видит и впрямь смотрится хорошо на удивление хорошо хотя алибард предупреждает что ходить по улицам и общаться с народом ему еще рано дальше мы снова возвращаемся в фелицию где внезапно начинаются проблемы с экономикой а именно рост цен на продовольствие сначала мне показалось что дело в трех хмырях которые развели его недалекое величество на подписание документов но оказывается что это просто заработала экономика так как она должна работать ну вы понимаете да а то что до этого серые послы сказали что в государстве не может не быть проблем просто совпадение они крайне заезженное клише ну знаете как старых мультах когда персонаж начинает падать в пропасть не сразу а только когда посмотрит вниз и увидит что под ним ничего нет или осознает что горит только когда ему об этом сказали или он почувствовал запах гари только тут с этого сюжет развиваться начинает классно придумано ничего не скажешь жду теперь таких оригинальных решений как невозможность кого-то убить в кульминации ведь он нарисован и обращение к читателям финале со словами что касается феликса то он с помощью подданных тут же нашел крайних в лице продавцов которые в свою очередь пожаловались на производителей те на поставщиков и так далее в конце концов наш великий осчастливливатель понял что он не может бороться с экономикой особенно если она заработала так внезапно решил обратиться к самому умному кого нашел к курамаку тот как и ожидалось не подкачал сначала вывалил на беднягу телегу про рост цен инфляцию прочее а потом посоветовал ему выпустить более крупные купюры хотя раньше в фелиции говорилось только о монетах из дракометаллов и следить за развитием событий с должным анализом должный анализ от челика настолько недалекого что он даже не до конца понимает зачем королю заниматься государственными делами логика уровня предложить абсолютно слепому внимательно присмотреться к чему-либо кстати о слепых мы снова переносимся к зонтику который как раз встречает такого во время очередной прогулки инкогнито его это почему-то удивляет причем очень сильно он даже начинает думать что это результат его ошибки при создании подданного хотя если подумать в стране недавно был разгул криминала бедняга мог случайно пострадать от чего-то связанного с этим зонтик выслушал его историю растрогался и решил вылечить парня с помощью генератора это простая и довольно милая история однако завершается она страницей к которой у меня был целый ряд вопросов сведшихся в итоге к одному недоумению пока же мы в очередной раз возвращаемся к феликсу который обнаруживает что сделанное им вчера целое ничего никак не повлияло на рост цен после чего у него включается биполярка и он бежит орать на бедного торговца продуктами кстати респект за такое интересное расположение облачка с текстом можно следующий раз он половину текста собой закроет а процессе феликс понимает что выглядит в глазах подданных нелепо и пытается позвонить курамаку однако тот лежит в отрубе в горах возле страны данте и не может дать очередную бесполезную консультацию о том как желтому неумехе бороться с сюжетом истеричка феликс тут же забывает что все еще находится перед подданными и расхреначивает рацию а потом собирает население на площади и объявляет что для спасения экономики солнце будет сиять в два раза ярче чтобы народ трудился в два раза упорнее и напоследок видя обгрызенные конфетные столбы приказывает обмотать их колючей проволокой под напряжением тем временем зонтик с помощью генератора излечивает слепого парня этот утром бежит в церковь крича что свершилось чудо все восхищены и еще больше проникаются верой в зонтика однако когда тот заходит во время молитвы и просто не успевает сесть на него набрасываются и избивают а затем выкидывают из церкви потому что религиозные люди же так и поступают да федор они все тупые злые и агрессивные да еще и лицемерные потому что как нефиг делать бросают молитву спустя минут пять после того как еще более истово уверовали короче если кто-то не понял это не мышление типичного аметиста здесь у нас снова пошла сатира причем странно что раньше такого не происходило либо зонтику везло и он приходил вовремя либо автору срочно нужен был конфликт потому что оцените как иронично вышло люди не узнали своего бога избили и прогнали его вот дурачье да короче а когда избитый зонтик в слезах возвращается к алебарду тот говорит что предупреждал его заканчивается первый том тем что радостный прозревший парень благодарит зонтика за исцеление стоя перед его статуей ночью под дождем надеюсь теперь вам понятна моя реакция мало того что завязка сюжета строится на идиотском допущении так он еще и сам полон несуразного бреда типа тупых идей и действий исходящих в основном от самого умного персонажа а также событий которые не обоснованы ничем кроме необходимости двигать сюжет ну и не внятятся с генераторами и потреблением их энергии и однотипных государств которые представлены в основном либо не жизнеспособными утопиями либо диктатурой и около диктатурой насчет персонажей тоже мало чего можно сказать они все в основном обладают односложными характерами однако довольно глупо требовать сильного развития персонажей всего за пять глав поэтому я и не буду но действия каждого из персонажей предсказуемы как и то что будет происходить дальше соответственно просто не вызывают интереса качество исполнения тоже оставляет желать лучшего рисовка крайне неприятная помните я в начале упоминал крис чана так вот эта рисовка напоминает его если бы он год или два походил в художку его выгнали какие-то странные ракурсы вроде этого складывается ощущение что его просто в фотошопе растянули и готова и такого много вместе с фреймами действия в которых просто непонятны хочется еще напомнить об ошибках помимо монстров которые внутри у нас слепой снимает повязку чтобы посмотреть здорово хороший момент заканчивается этой непонятной хренью и да может быть из вас там кто-то и кусок дерьма а вот они куски дерьма потому что их несколько теперь что касается повесточки поскольку федор у нас прогрессивный левый он не мог обойти эту тему даже 2015 году сначала я думал что пара-тройка гейских шуток типа придурей ромео и феликса на съезде или двух голых персов в бане в цифровой версии второго дома сердечком над ними выставлены просто чтобы школьницы в очередной раз заорали в твиттере и прочих местах о том насколько этот комикс великолепен правда автор длительное время говорил что ничего подобного там нет но не так давно все же признался что действительно замаскировал гейский подтекст и прочее в своем комиксе и он сам это признал мы будем продолжать нести те ценности гуманистические ценности во многом левые ценности прогрессивные для нашей аудитории мы об этом еще сегодня поговорим мы мы об этом о многом чем поговорим в россии сейчас государственная машина начинает преследовать нет давайте так товарищ майор активно следить активно фильтровать медийных личностей и мы с такими продажами уже давно перевалили за понятие лидер мнений активно начали следить за деятельностью маркенштерна впаивать штрафы впаивать штрафы за то за все добрались до ютуберов добрались до известных исполнителей штрафуют за пропаганду гомосексуализма и это наверное самое страшное потому что вот феликс который я уже рассказывал эту историю я изначально был план нарисовать обложкой червовом тома двух персонажей которые вот щечками трутся друг об друга я показал ее линии и она сказала что это перебор федя это пропаганда в этом не было гомосексуального подтекста но учитывая нынешние реалии и нынешние законы любая гомосексуальная история намеки на это это 18 плюс и там есть пара шуток подобного рода которые были написаны не о том что они геи которые можно интерпретировать так что ахаха который можно интерпретировать на который можно разозлиться типа якобы они гей но это шутки это ну максимум люди перепрошились и мы сразу снизили возраст то что я эти шутки замаскировал я эти моменты убрал замаскировал и теперь земля королей червовый том печатной версии чуточку отличается от земли королей то версии которые выложили в интернете и ромео купаются в джакузи просто два парня покупают джакузи в том числе и с юрой хиванским который как мне кажется сидит за сатиру от лица лирического героя удивительно и неожиданно правда а меньше этого стало потому что иначе комиксу дали бы рейтинг 18 плюс а еще вопрос к тем кто говорил про сатиру скажите на что именно эта сатира на государственные строи ну давайте посмотрим на какие же серого гения с его цивой пока не берем инфы не сильно много плюс у него катка еще не закончилась из остального более менее раскрыты и две утопии у ромео и феликса три диктатуры вару зонтик и пик и что-то типа полу анархической религиозной общины у данте и если посмотреть то что написано в тексте то выходит что полностью не жизнеспособными показаны утопии ну то есть государства которые и так не могут существовать с диктатурами интереснее явные признаки деградации имеет только одна варуленд про страну пика мало информации однако разрухи там незаметно а вот зонтопия при теократии алебарда можно сказать расцвела а учитывая то что помимо нее нормальным показано только государство созданное данте выходит что самые лучшие государства это те что построены на религиозной и около религиозной основе интересно однако получается сатира на пропаганду так она показана идиотски и примитивно примерно на уровне владимира сорокина только у того говно жрали а тут дыр в стенах размером с себя не чувствуют и об обломке не запинаются на религию не знал что просто наклеить ярлыки создав идиотскую ситуацию это сатира кстати федор когда я критиковал тебя и твоих товарищей по несчастью ой то есть по студии твои хомяки прибегали рваться у меня в комментах рассказывая что я навешиваю ярлыки и просто хайчу а когда значит этим занят ты или хова за которого ты так переживаешь это оказывается сатирой ты бы я не знаю провел разъяснительную работу со своими фанатиками чего это они сатиру не выкупают при всех перечисленных недостатках нельзя не признать что есть в комиксе и удачные моменты помимо государства данте это чеховское ружье в виде габриэля и его королевства которые в первом томе практически не фигурируют сама история про слепого ремесленника вышла бы довольно приятной и доброй не будь там смотрящего слепого и сатиры у самих персонажей несмотря на их простоту есть потенциал для развития а визуально некоторые из них несмотря на рисовку выглядят довольно интересно ну думаю совсем закончили и так ясно что на данный момент несмотря на наличие плюсов произведение явно неудачное и зная федора и его команду дальше скорее всего будет еще хуже а теперь давайте поговорим о тех кто это расхваливал земля королей пропитанная серьезной атмосферой стиле игры престолов с политикой интригами и возможно трагичной судьбой карточного мира серьезная атмосфера в стиле игры престолов я даже не буду спрашивать читал ли ты первоисточник ты сам сериал то хоть глазами смотрел там между прочим головы рубили людей живыми сжигали женщин детей и животных убивали не говоря о резне прямо в кадре и предательствах друг друга на фоне феодальной войны и надвигающегося конца света и где же тут это самая серьезная атмосфера в трех-четырех фреймах разрухи в странах вару и зонтика волейбарде который очень грозно обещает стоя на фоне гильотины что еще раз и ата-та в брошенных в тюрьму за выпускание монстров наружу или в клоуне феликсе который грозится обмотать свои сахарные столбики проволокой под напряжением пока что максимум что тут есть это очень отдаленные на подобную атмосферу намеки причем настолько отдаленные что в сравнении с ними детские произведения типа волшебника изумрудного города и незнайки на луне это чуть ли не хор пополам с чернухой хотя чего еще ожидать от алекс раса у которого как и у бесталанного плагиатор оди каждый проект что они обозревают в самом худшем случае годный особенно если речь идет о студии феникс с которой эти двое тесно сотрудничают получая например серии заранее отчего у них обзоры о том как все круто выходят чуть ли не вперед премьер как ты кусал локти когда мы не скинули тебе серию духа первую заранее вот мы сейчас исправляемся во первых мы ее скинули тебе заранее в этот раз во вторых вот держи обзор на твой обзор один так вообще тесно дружит с фениксом поэтому к примеру ливон он же глава канала антикек одна из ключевых фигур работавшая над альбертом анимировал ему видео но об этом я расскажу в отдельном ролике так о какой честной и объективной критике в данном случае может идти речь если и алекс иди получают выгоду от пиара фениксовских поделий первый том земли королей это действительно сложное произведение которое засыпает тебя важной информации буквально с первых страниц принимается как в первую очередь детское произведение темы которые в ней поднимаются очень полезны для самых юных умов ведь вряд ли вопросы религии политики и целом человеческого мировоззрения часто поднимаются в среднестатистической российской семье где-то за ужином ох уж эти темы не поднимающиеся в типичной русской семье ну рашка это же рашка понимаете у рашка и какое сложное произведение удивительно как такой интеллектуал как оптимистер вообще дочитал его начну с главного в плане размышлений о политике религии государствия и прочим это легчайшее произведение причем обладающие кучей дыр упомянутых выше и действительно в обычной русской семье в детстве такие вопросы не поднимаются а где они вообще поднимаются кто станет говорить с маленьким ребенком о политоте об озлобленных верующих как в комиксе и опрочем а вон в штатах такие вопросы поднимаются каждый день садится такая семья за стол из золота и начинает говорить про человеческое мировоззрение с десятилетним ребенком попутно запивая нефтью хотя о чем говорить федор и оптимистер давние товарищи а поэтому последние никогда ничего плохого в сторону феникса не скажет вот оно независимое и объективное мнение прямо как до этого ни одной опечатки на такой большой истории не то что вспоминаемая уже мной юпи в которой на 120 страниц куча опечаток ни одной опечатки а то что я показывал выше мне видимо приснилось да или это что вы хотите сказать что редактура была но только для печатной версии а в цифровой ошибки остались потому что мы любим своих читателей но тех кто платит мы любим больше какой интересный подход у ребят однако а страницы в цифровой версии тогда все на месте точно а то я уже опасаюсь что тому к третьему цифровая версия будет дымкой а что вполне в духе современных творцов может ли вот эта книга являться кратким учебником по основам политического строя и политэкономии думаю да несмотря на развлекательную форму утрированных персонажей забавную рисовку под всем этим находится достаточно интересное исследование каждый из персонажей строит свой мир от военной или религиозной диктатуры до занимаетесь любовью а не войной страны с разгульной любовью в которую кара который мечтал бы любой хиппи разные мировоззрения разные взгляды на политику экономику государственное управление все это здесь сосуществует конфликтует и союзничает но самое главное обсуждается и показывается до достаточно простой форме ну а что вы хотели от комикса но то что такие вопросы в принципе поднимаются в комиксе да даже не поднимаются стоят в центре в основе это уже заслуживает уважения и заставляет относиться с большим интересом чем к войне летучей мыши с пришельцем скриптона а ну да эти знаменитые отсылки коррелу в которых слово диктатура заменено абстракцией потому что диктатура это плохо а персонаж шевроводе не отрицательный и абсолютные монархии с рыночной экономикой которые начинают разваливаться только тогда когда о них говорят что там не все идеально и должны быть проблемы они потому что это в принципе не сочетаемые вещи да что там как я уже говорил каждое государство либо маня мирок который рушится только когда это нужно по сюжету либо обыкновенные отсылки к различным антиутопиям щедро приправленные гениальной фединой сатирой либо вовсе к играм и самым ленивым штампом и не кажется ли вам странным что два эти ролика схожи ну что оптимистов сидит рассказывает все в том же порядке и том же ключе что лит обзор рассказывает о поднятии серьезных тем что обычно не поднимаются а после идут рассказы о своем детстве и тут невольно возникают вопросы они заказали ли эти обзоры по старой дружбе или за деньги выдав похожие тезешки да и опять же позже лит обзор оправдывал данное произведение я не из тех людей что строят подобные теории но над этим подумайте сами хотя связь тех же алекса раса и сьюхи с фениксом очевидно ладно теперь давайте абстрагируемся от всех этих восторженных и честных болтунов и коротко затронем предстоящий второй том начале года я был на 174 странице то есть рисовал 175 а уже сейчас готова 200 ну если считать дополнительный материал 240 но по факту 220 то есть 174 220 46 страниц это много это довольно много получается за девять месяцев 46 страниц за 9 месяцев это довольно много нихера себе 46 страниц за год это много да куда там мангаком что способны выстреливать в неделю по 20 страниц иногда даже работая в одиночку у нас тут федор за год аж 46 нарисовал при том что их стилистика даже без раскраски в сотни раз сложнее и трудозатратнее чем у федора но я так понимаю ныть из-за трудностей своей работы у фениксов уже стало традицией то у одних посттравматическое стрессовое расстройство после создания серии мульта то вторые выполняют стахановский объем работы 46 страниц в год и мы бы подождали выхода всей книги но есть опасения что федор ее закончит как миура берсерка то есть лишь посмертно поэтому нам и остается делать обзор на первый том и думать что там будет дальше обидно что подобная халтура имеет хоть какую-то популярность и что подобные креаторы имеют свои студии с вами был эйби арзуэра просил передать чтобы вы не читали подобного формулу простую понял я давно зрители тупые схавают так зачем стараться напрягать себя а ведь важнее деньги качества для чего для чего хвалят все ведь меня хоть произведение полная правомания